Конфликт разгорелся между работниками и владельцами одного из крупных алматинских рынков. Сегодня десятки арендаторов выразили недовольство новой администрации, которая затеяла ремонт и планирует снести торговые контейнеры. Но у руководства базара свои аргументы. В бизнес-скандале разбирался Диас Мохамбетов. Предприниматель Елена Садвакасова признается, что больше года не может вести торговлю. Ее контейнер с автозапчастями опечатан. Женщина судится с администрации рынка. По ее словам, новые хозяева требуют таких же, как она, продавцов, немалые средства на новые бутики. Теперь с людей требуют 5 миллионов тенге. То есть сперва людей заставили перекупить свои железные контейнера, оформить купли-продажи. Я соседа, допустим, приводила. Кто-то муж-жену покупал эти бутики. А теперь говорят, что они нам не нужны. Будет крытое здание строиться. Вопрос, зачем тогда вы сняли с нас деньги? Сейчас на рынке трудятся около 1700 предпринимателей. Многие из них признаются, что и рады бы выкупить свои места. Но куда девать старые контейнеры, они не знают. Да и покидать насиженные места люди не хотят. В числе прочих негодуют и торговцы строительных материалов, которые попросту не знают, откуда им взять деньги на покупку нового бутика. Ведь после объявленной модернизации торговля на рынке существенно снизилась. Если у тебя нет денег, то мы тебя не держим. Это их короткий ответ. Но как нам быть? Мы же однажды купили эти контейнеры. Как мы полагаем, и место в своё время. Сейчас и вовсе подняли цену на аренду. До заезда товара до точки тоже подняли цену. Но раз делаете реконструкцию, верните нам тогда наши торговые места. Представители администрации рынка, в свою очередь, признаются, что модернизация – это процесс необратимый, и выгонять с привычных мест никто никого не собирается. Для тех, кто не может приобрести бутик, предлагается другое решение. Контейнеры они сами покупали в своё время. Действительно платили большие деньги кому-то. Но здесь новая администрация, которая пришла, они эти деньги не видели. Людей волнует вопрос, конечно, как они могут 5-10 миллионов вложить в эти бутики. Большой или маленький бутик. Это дело добровольное. Кто не может, естественно, будет в арене находиться у тех, кто вложит сюда деньги, в эту модернизацию. По словам представителей администрации рынка, на модернизацию уйдёт два года. Работы по реконструкции торгового объекта планируют начать в июле этого года. А для тех, кто согласится на выдвинутые условия, предоставят временное место до завершения работ на прежней торговой площади.